Мастер спорта Советского Союза Евгений Гицко уверен, что талисманом чемпионата мира должна стать его правнучка София. Сейчас ей три года, но с футбольным мячом она не расстается. Необычную для девочки игрушку подарил прадед. Будет футболисткой, говорит ветеран Крыльев. Но это потом. А пока можно и талисманом стать. Талисманы обязательно нужны. Это как лакмусовая бумажка. Вот именно нашей Самарской области. Что у нас характерно. В Бразилии, в этом городе, это нужно. Обязательно нужно. И так просто. Вот чемпионат мира, а Самарского ничего нет. Это плохо. Внук футбольного ветерана, 10-летний Илья Жбанов, несколько лет занимается в клубе. Выбрать талисман на сайте FIFA не захотел, решил нарисовать что-то свое. Мальчик считает, его футбольный опыт уже позволяет делать далеко идущие прогнозы на финал чемпионата. Мне кажется, Бразилия с Испанией сыграют и будет мировой уровень. Ну и Бразилия с Россией. Россия, мне кажется, победит. Каждый видит талисман по-своему. Дети рисовали и футбольные мячи в виде солнца, и ракеты, и разных животных. Юрий Шишкин с сыном Артемом зарегистрировались на сайте FIFA и заполнили анкету. Волшебники и звери их не заинтересовали. Свой выбор остановили на русском богатыре. Он обладает теми качествами, которые... Он символ русского народа. То есть благородство, прежде всего, честность. Это защита своей родины, допустим. То есть все те качества, которые действительно должны принадлежать настоящему мужику. Для заполнения анкету желающих сказать свое слово в выборе талисмана осталось 18 дней. Самых популярных персонажей на разработку дизайн-проектов возьмут художники из российских вузов. Талисман выберут во второй половине 2016 года. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События.